Область медицины связана как с сопроводительной терапией для того, чтобы облегчить страдания неизлечимых пациентов с распространенным онкологическим заболеванием, а коррекция боли, как одного из наиболее тяжелых осложнений, ухудшающих качество жизни онкологических пациентов. Это психологические проблемы, которых мы не задумываемся, но которые становятся все более и более важными. Может быть в детской популяции это не так важно, но во взрослой мы сталкиваемся с серьезной категорией пациентов, для которых отсутствие такой комфортной психологической ниши вследствие тяжелых условий жизни, на которые накладывается тяжелое соматическое заболевание, отсутствие хороших взаимоотношений с врачом, и вот это все вместе приводит к очень частым срывам. И мы, врачи, являемся фактически последней линией обороны между вот этими больными и переходом их в тяжелые психологические осложнения. Поэтому эта проблема тоже нас беспокоит. То, о чем мы поговорим сегодня поподробнее, о кровоточивости я скажу во второй части нашей беседы. Об анемии мы говорить сегодня не будем, только по одной простой причине, потому что мы очень много о ней говорили. И мы не будем говорить о таргетных препаратах и новой токсичности, просто вследствие того, что нам нужно какое-то время на получение своих собственных данных. Вы видите кожную токсичность, связанную с ЭДЖФР-блокадой, но у нас есть серьезное подозрение о том, что целый ряд новых препаратов, об эффективности которых мы говорим сегодня, дадут нам определенные осложнения, с которыми мы вынуждены будем бороться завтра. Поэтому, опять же, мы планируем накопить определенный материал. Ну и так, что является главной проблемой при проведении химиотерапии? В первую очередь это нейтропения и лихорадка, инфекция, а на втором месте стоят эмитические проблемы. И с точки зрения патофизиологии мы можем сказать, что есть механизмы развития острой тошноты и рвоты, которые происходят в первые 24 часа. Есть механизмы развития отсроченной тошноты и рвоты со второго по пятый день. Кроме того, есть та реакция, которую вырабатывал у своих собачек Иван Павлов, а именно рвота ожиданий или условно-рефлекторная рвота. И есть уже отдельно после какой-то пробной терапии, соответственно, рефракторная рвота и рвота прорыва. Но нас интересует очень простая ситуация. Мы проводим химиотерапию. И что мы должны дать пациенту, чтобы избежать этого тяжелого осложнения? Первое, что мы должны сделать, это классифицировать проводимое нами лечение с точки зрения существующих стандартов. Высоко, средне или умеренно и низко или неэмитогенную химиотерапию. Красненьким вы видите те лекарственные препараты, которые используют с огромным удовольствием наши гематологи. И мы видим, что к огромному своему удивлению для некоторых, потому что я, например, задавая вопросы в отношении эмитогенности той или иной схемы, очень часто не получал ответа, что да, карбазин и прокарбазин – это высокоэмитогенные препараты. И, соответственно, не признание их высокоэмитогенными препаратами и не назначение той схемы антиметической терапии, которая рекоменна для высокоэмитогенных препаратов, мы рискуем. Но и другие препараты, которые формально относятся к умеренно эмитогенам, без противорвотной терапии, способны индуцировать тошноту и рвоту в 90% случаев. Этот интервал с 30 до 90% не должен, так сказать, вас путать. И мы об этом поговорим отдельно. И практически все эти препараты мы используем достаточно интенсивно. Например, азоцитидин мы делаем этот препарат длительно, мы делаем этот препарат амбулаторно. Для амбулаторного пациента, так сказать, внимание к этим осложнениям, потому что он уходит с наших глаз долой, требуется двойной и даже тройной. Итак, я в своей жизни пережил, я не пережил темные времена. Вот эти времена, когда цисплатин и адремицин были открыты, а из противорвотной терапии не было ничего в жизни, так сказать, мне застать не удалось, слава богу, а люди, которые их застали, они описывают ситуацию следующим образом. Пациент, который вынужден был получать, скажем, цисплатин, он находился в настолько тяжелом состоянии, что закрывали окна, потому что даже слабый луч света мог спровоцировать рвотную реакцию. И назначали снотворные и нейролептики. То есть можно себе представить этого человека. Чтобы вы не сочли мои слова за преувеличение, я должен сказать, что рак яичка, куративная терапия БЭП, блеомицин, это позит, цисплатин, до 7-10% пациентов отказывались от куративной, то есть вам нужно выдержать 6 курсов и вы излечены полностью. От этой терапии только из-за тошноты рвота. И тут к нам приходит первый препарат, речь идет о метаклопромиде в высокой дозе. И вот с этого момента начинается уже мой собственный личный опыт. Потому что мы начинали высокодозную химиотерапию тогда, давали цитостатики в сверхвысокой дозе, речь шла о циклофосфомиде, речь шла о ЦЦНУ, речь шла о ТИОТЭПе, но это менее эметогенный препарат. И целым рядом высокие дозы топозида и так далее. И мы для того, чтобы профилактизировать тошноту и рвоту, вводили метаклопромид. Такие высокие дозы метаклопромиды это 4,6 ампул 4 раза в сутки. И у 10-15% наших пациентов развивались экстрапирамидные расстройства. Кто-нибудь видел экстрапирамидные расстройства? Лично вы видели? Это довольно странная картина, когда человек места себе не находит, он двигается, губы его вытягиваются трубочкой. А вот чем снимаются экстрапирамидные расстройства? Чем? Очень простой способ. Я сам... Чем? Абсолютно верно. Обычная ампула димедрола, и она снимает все. То есть, ну, сами понимаете, никакого удовольствия наблюдать за экстрапирамидными расстройствами нам не доставляло. И как только сделали антагонисты, я сейчас не буду говорить о механизмах, как это было открыто, это тоже отдельная очень интересная проблема, сразу токсичность ушла. И мы стали иметь возможность давать эти два препарата, особенно в комбинации с дексаметазоном. И вот это темные времена, когда мы давали нейролептики, это светлые времена с метаклопромидом, и 5-HT3 плюс стероиды 50-60%. Но мы с вами говорим о тяжелейшем осложнении. Можем ли мы говорить о том, что 60% на цисплотине, а 50% на химиотерапии типа циклофосфана, адреомицин, это достаточно для того, чтобы блокировать всю тошноту и руку. Но если вы оказываетесь в этой половине, то да, а если в этой, и мы опять возвращаемся к тем старым, добрым, темным временам, хотя, может быть, и не в такой выраженности. Поэтому, когда был проведен анализ удовлетворенности антимитической терапии в 1984 году, Стивом Грюнбергом, ныне покойным, очень интересный такой канадский доктор, серьезный, суровый. И стало понятно, что, так сказать, наше блокирование этих проблем недостаточно. Стал вопрос о более глубокой физиологической расшифровке механизмов антимитических. Вот стало ясно, я должен сказать, что все эти эксперименты проводились на животных. На каких животных, раз вы про димедрол знаете? На хорьках. Нет, на хорьках. Оказывается, хорек самое нежное существо с точки зрения развития тошноты и рвоты. Хорек никогда не ест залежалую пищу. Если хорек попадает в курятник, что он делает? Он убивает всех кур, потому что у него инстинкт есть только свежую, свежезабитую зверюшку. Почему? Потому что, оказывается, вот этот вот тошнотворный порог у хорька очень низкий, и любой токсин, который попадает в хорьку в организм, тут же вызывает интенсивную тошноту и рвоты. Это физиологическая защита. Она защищает хорька от съедания недоброкачественной пищи. И это была первая успешная модель антагонистов 5H3, так сказать, рецепторов, потому что выяснилось, что у хорька есть определенная область на дне четвертого желудочка. Она называлась хеморецепторной триггерной зоной, куда, собственно говоря, приходили импульсы от любого токсина. И первое, что сделали ученые, ну, ученые люди простые, они взяли и прижгли эту зону. Хорюк жил, но эмитические реакции у него пропали напрочь. Трудно представить себе молодого мужчину 35 лет с раком яичка, который позволит прижигать свою хеморецепторную триггерную зону, даже если это нужно в интересах науки. Поэтому они были вынуждены покопаться и в ней понять, на что, собственно говоря, из рецепторов нам нужно воздействовать для того, чтобы остановить реакцию без члена вредительства. И первое, так сказать, там оказалось порядка 15-20 самых разных рецепторов. И они их перебирали, перебирали, перебирали. Рецепторы к гистамину они перебрали два раза. Сначала перебрали первого типа рецептора, ничего не помогло, второго типа рецептора, ничего не помогло. Потом стали копаться в высоких дозах метаклопромиды, выяснили, что вообще метаклопромид действует на, там, скажем, словом говоря, М2 рецепторы. Но если его давать в высокой дозе, то он еще блокирует аж три рецептора. То есть гидрокситриптофану или серотонину, но только третьего типа. Они на всякий случай сделали антагонисты третьего типа, и выяснилось, что все, что касается острой тошноты и рвота первые 24 часа, блокируется достаточно хорошо. Но, как выяснилось, гидрокситриптофан или серотонин вспыхивает в высокой концентрации в крови после назначения цисплотины в высокой дозе только на 24 часа. А тошнота и рвота длится дольше. Нужно было найти какой-то другой агонист, который бы отвечал за этот более поздний период. Тоже долго смотрели. Решили, что диспепсия может повлиять. Попробовали побороться с диспепсией. Не очень помогло. И тогда выяснили, что есть еще одна группа рецепторов и один препарат, который находится в той же самой хеморецепторной триггерной зоне, но на которой мы пока не воздействуем. Это рецепторы к нейрокенину и, соответственно, сам по себе нейрокенин, относящийся к группе тахикининов, участвующих в иммунологических реакциях и так далее. Тогда решили сделать антагонист этого нейрокенинового рецептора. Сделали антагонист нейрокенинового рецептора. А сказал, что нейрокениновый рецептор сам по себе работает не очень хорошо. Долго чесали себе репу. И к кому вернулись? А где моя картинка? У меня была картинка с хореком. И выяснили, что оказывается, хорек начинает чувствовать себя хорошо только при одном условии. Если рецепторы к нейрокенину будут проникать через гематоэнцефалический барьер. И как только сделали препарат, который проникает через гематоэнцефалический барьер, то первый же трайл по высокодозной химиотерапии с высокими дозами сисплотина показал, что почти на 15-20% к стандартной профилактике 5H3-агонистам и глюкокортикоидам добавляет вот этот НК-антагонист, априпитант. Все сказали, что другое дело. И добавление НК сработало и на цисплотин, и на АЦ-терапию. И это стало новым стандартом. Таким образом, по последнему уложению, если речь идет о высокоэметогенной химиотерапии, мы должны дать 5H3-антагонист, дексаметазон, НК-1-антагонист. Обязательно. И тогда наши шансы на хорошее качество жизни наших пациентов в переносимость химиотерапии будут очень хорошими. Мы должны помнить, дорогие мои гематологи, что курсы АБВД и ЧОП по тем признакам, о которых было сказано выше, особенно, скажем, по курсам АЦ, это обсуждаемая ситуация. Но если речь идет о молодой женщине с анамнезом, который говорит о том, что она не пьет каждый день высокие дозы алкоголя, мы должны рассматривать, это группа наших пациентов, у которых высокая метическая готовность, рассматривать даже такой курс стандартный ЧОП, как высокоэметогенный, или иметь возможность быстро среагировать при отсутствии эффекта стандартной двойной комбинации. Эта тройная комбинация, как мы уже говорили сегодня, была использована для формально умеренной метагенной химиотерапии бендамустином. Что надо знать о химиотерапии бендамустином? О том, что тошнота и рвота после применения этого препарата может длиться до 5-7 дней. Поэтому требуется более длительная терапия. Таким образом, формально двухкомпонентная терапия используется для умеренной метагенной. И когда мы столкнулись с амбулаторным применением бендамустина, мы столкнулись с серьезной проблемой. Почему? Потому что мы вводим препарат амбулаторно, мы даем человеку анданситрон, мы даем человеку дексаметазон, на следующий день он повторно приходит, получает анданситрон и дексаметазон, а на третий день он звонит и говорит, что его страшно беспокоит тошнота и рвота, даже если мы даем еще хвостик дексаметазона на третий-четвертый день после проведения химиотерапии. И тогда мы решили провести свое внутреннее исследование. Мы взяли не стандартный анданситрон, а взяли другой антагонист 5-HT3 рецептора полоноситрон. В чем различие между анданситроном и полоноситроном? У анданситрона период полувведения порядка 8 часов, а у полоноситрона несколько суток до 40 часов. А эта штуковина, если вы отпускаете пациента в циркуляцию, чрезвычайно удобно. То есть однократно введя ему в дневном стационаре этот лекарственный препарат, вы можете рассчитывать на существенно более длительную защиту. И вот что у нас получилось. Острая тошнота и рвота с анданситроном шли один к одному, а вот отсроченная была существенно более значимо блокирована при назначении полоноситрона, в отличие от анданситрона короткоживущего. Таким образом, я прошу вас помнить о нескольких вещах. Первое. То, что очень многие курсы химиотерапии в гематологии являются высокоэметогенным, хотя мы их рассматриваем как среднеметогенным. Почему? Гематологи существенно чаще в состав курсов включают высокие дозы гормонов. Это притнизолон и дексаметазон. А и притнизолон, и дексаметазон являются антиэметиками, достаточно сильными. Но это не снимает проблему полностью. У целого ряда пациентов необходимость в третьем компоненте в виде НК-1 антагонисты существует. И об этом необходимо помнить. Теперь второй вопрос. Поговорим о кровотечении. Тоже достаточно интересная проблема. Я по своей простоте душевно и думал, что я про это все знаю. Но когда я начал смотреть реальную ситуацию, то выяснилось, что я ношу с собой огромное количество мифов, с которыми я попытался расстаться, и попробуем представить это на ваше обсуждение. Может, вы и согласитесь со мной, хотя, конечно, каждый из вас может иметь свое собственное мнение. Итак, что мы формально относим к тромбоцитопении? Дефиниции. 100 тысяч. Почему? Не буду рассказывать. Прошло это с иммунной тромбоцитопении и тромбоцитопении беременных. Но вот эта цифра является на сегодняшний день официальной. Второе. То, что мы привыкли к своей границе. К гематологической 20 тысяч. Стандартная классификация NCI. Четвертая степень – это 25 тысяч. Это для оценки статей в той или иной степени. Почему тромбоциты могут снижаться? Самое простое. Перераспределение. Второе. Разведение. Третье. Нарушение работы костного мозга. И четвертое. Повышение разрушения. Первые два мы часто недооцениваем. Что такое перераспределение? Каждая селезенка из здесь сидящих прекрасных девушек и симпатичных молодых людей секвестрирует себе до трети циркулирующих тромбоцитов. При имперсплинизме это соотношение может дойти до половины. А масса органа при этом практически не меняется. Разведение. Переливание средств с нижним содержанием тромбоцитов. Плазма. Кристаллоиды. Коллоиды. И так далее. Третье. Дисфункция костного мозга. Милдиспластический синдром. Лейкозы. ПНГ. Пластическая аномия. Инфекция. Алкоголизм. Дефицит нутритивных факторов. Иммунная тромбоцитопения. Медостатическое поражение костного мозга. Лейкозы. Понятно, как действует. ПНГ. Связано очень часто с опластической аномией. И второе, о чем мы не думаем. Это комплимент связанное поражение трех ростков крови, оказывается, бывает. Дисплазия и неэффективная продукция. Алкоголизм. Это гиперсплинизм. Дефицит витаминов. Прямая токсичность. Снижение продукции. МДС. Дисплазия и неэффективная продукция. Но у нас-то химиотерапия. Чего нам в этом разбираться? Хотя химиотерапия и лучевая терапия вносят основной вклад в нашей группе пациентов, Но мы должны все-таки иногда помнить и об альтернативных причинах. В частности, о метастатическом поражении костного мозга. Что еще может вызвать тромбоцитопению? 1% больной с лимфомы Ходжкина, 2% до 10% с хроническим лимфолейкозом, 0,76% с другими неходжкинскими лимфомы могут иметь вторичную тромбоцитопению в следствии выработки антитромбоцитарных антител. То есть это тромбоцитопения по типу иммунной тромбоцитопении в ответ на существование лимфопролиферативного заболевания. Пациенты очень неплохо отвечают на стероиды, но не все. В некоторых случаях требуется более глубокая терапия. Не будем говорить сейчас о антитромбоцитарных антителах. Что еще может вызвать? Повышенное потребление. В первую очередь, это инфекция, которая протекает к диссеминированным трисосудистым свертыванием и вместе с факторами свертывания потребляются тромбоциты. Некоторые бактерии могут вызывать более специфическую тромбоцитопению за счет нейроминидазы. Вирусная инфекция, например, цитомигаловирусная, может подавлять продукцию тромбоцитов в костном мозге. И что тоже важно, особенно в случае лечения инфекции, есть целый ряд лекарственных препаратов, способных вызвать тромбоцитопению. В первую очередь, это ванкомицин, реже линизолит, ну и про ганциклавир мы уже говорили. А гепарин индуцированную тромбоцитопению знают все. Кроме того, при трансфузии препаратов крови, при дефиците некоторых факторов, могут вызывать выраженную трансфузионную индуцируемую тромбоцитопению. Об этом тоже необходимо помнить. Есть целый ряд опухолевых заболеваний. Для нас это в первую очередь промилцитарный лейкоз, когда пациент поступает, как правило, в стационар с тяжелыми геморрагическими осложнениями, кровотечениями. Мы смотрим тромбоциты, там сплошь и рядом 6-7 тысяч. Мы смотрим уровень протромбинового индекса, он 25-30 и так далее. Но есть и солидные новообразования, которые могут оказывать сходное с этим действие, протромботическое и, так сказать, закручивать диссиминированную трисосудистую свертель. Что еще может вызвать? Два препарата. Один из них мы используем редко, это метамицинты, а второй часто, это генцитабин. И здесь может развиваться тоже достаточно интересный механизм, который протекает по типу АГУС, атипичного гемолитикоуримического синдрома, стромбоцитопении. Более того, при его протекании даже предлагается использовать тот же метод контроля, это эколизимаб. Но мы-то все-таки химиотерапевты, и мы помним об этом, вспоминаем об этих редких причинах, но, так сказать, все-таки 99%, как мы думаем, тромбоцитопении связано с токсичностью цитостатика. На самом деле, при стандартной химиотерапии, ну, не той, которую проводят гематологическим пациентам, пациентам с солидным образованием, это не такая уж частая патология, и, так сказать, частота трансфузий, тромбоцитов на круг, скажем, при солидных новообразованиях редка, при гематологических новообразованиях чиста, но мы должны при этом думать, а когда наступит светлое будущее, когда химиотерапия пройдет, когда тромбоциты поднимутся. Сегодня была очень интересная презентация, которая показала, как современные гемоанализаторы позволяют на несколько дней предвосхитить подъем количественных тромбоцитов просто по определению фракции молодых, так сказать, незрелых тромбоцитов, но, кроме того, мы еще должны подумать о физиологии образования тромбоцитов. И здесь мы встречаемся с такой терроинкогнитой, серой зоной, когда некоторые исследователи прямо противопоставляют друг другу информацию. Например, очень интересный факт. Если посмотреть количество тромбоцитов до втекания крови в легкое и после втекания, их будет больше или меньше? Больше после легкого. И возникла даже идея, что часть тромбоцитогенеза осуществляется в легких. Там даже нашли какое-то количество мегакариоцитов. Другая группа исследователей говорит, что нет. Когда мегакариоцит продуцирует тромбоциты в костном мозге, он их не продуцирует в виде готовых отдельных маленьких таких клеточек, а он их продуцирует полостами. А заехав в легкие, они уже распадаются и фрагментируются на отдельные клетки. И этим определяется изменение количества. Таким образом, вот это все немножко по-другому объясняет целый ряд феноменов, которые мы видим у пациентов. Если тромбоцит не разрушается при гемостазе, зрелые тромбоциты подвергаются запрограммированной гибели апоптозу с помощью тромбоцитарных часов. Вы что-нибудь об этом знаете? О тромбоцитарных часов. Есть другая теория о том, что тромбоциты снаружи покрыты сиаловыми кислотами. И со временем эти сиаловые кислоты утрачиваются. Десиалированные тромбоциты поедаются чем? Селезенкой? Оказывается, печенью, в которой есть специфический рецептор. А это другая идея. В чем она заключается? Каждый тромбоцит содержит в себе две группы белков. То есть внутри тромбоцита, несмотря на что некоторые специалисты считают их неполноценными клетками, есть механизмы апоптоза. Такие же точно, как в более крупных клетках. Механизмы апоптоза там несколько упрощены. Есть проапоптатические белки и антиапоптатические. Вот проапоптатические, оказывается, существуют прекрасно, а антиапоптатические с течением времени теряют свою активность. И если мы подождем 7-8 дней, то потеря активности антиапоптатических белков приведет к включению проапоптатических и гибели тромбоцитов изнутри. Тоже интересная штуковина. Оказывается, мы сейчас для терапии резистентных форм хронического лимфолейкоза используем какой препарат, если не работает и брутиниб. Кто-нибудь был в первый день? Потому что аудитория у нас меняется. Если брутиниб не работает, что мы даем? Лена, что мы даем? Винетоклакс. А что такое винетоклакс, Лена? Нет, нет, с биологической точки зрения. BCL-2-блоката. А что такое BCL? Это проапоптатический белок. Таким образом, если мы будем давать BCL-подобные препараты нашим пациентам, у них улетят тромбоциты. Вот есть такой АБТ-370-373, который относится к BCL-2, как винетоклакс, а к BCL-X, но это та же группа BCL-белков. Таким образом, давая винетоклакс, мы должны иметь в голове возможность, что какая-то часть проапоптатических белков окажется на свободе, потому что мы подавляем антиапоптатические. Тоже интересная штуковина. А теперь, как действуют наши цитостатики. Потому что мы всегда думаем о том, что все цитостатики поражают клетки предшественники, поэтому тромбоцитов мало. А все ли они действуют одинаково? Вот смотрите, оказывается, что алкилирующие агенты, например, бусульфан, действуют на раннюю клетку. Циклофосфамид действует на более зрелую. А вот, например, бортозамиб, а бортозамиб нередко вызывает тромбоцитопении. Это фактор внутри клеточной передачи сигнала, который останавливает активность мегакариоцита. Есть целый ряд цитостатиков, которые работают на тромбоцитопению за счет стимуляции аутоиммунных механизмов. Например, флютдара. Что мы можем этому противопоставить? Самое простое. Мы можем перелить человеку тромбоцит. Дальше идут такие интересные опции. Есть стандарты переливания тромбоцитов, но никто эти стандарты не перепроверял. Кто-нибудь их пробовал перепроверить? А оказывается, есть люди, которые их перепроверили. Что они сделали? Они взяли пациентов, которые получали, я дико извиняюсь, по случаю острого нелимфобластного ликоза курса химиотерапии 7 плюс 3. И пациентов они разделили на две группы. Одни не получали заместительных гемотрансфузий и трансфузий тромбоцитов, пока они не закровили. А для вторых сделали вот этот уровень переливания 10 тысяч. До 10 тысяч не переливали. Какие выводы получили эти живодеры? Посмотрите, верхняя граница без профилактики, нижняя с профилактикой. Но разница в геморрагических осложнениях все-таки не очень большая. Различия по общей выживаемости не были получены. Тем не менее, все-таки авторы, несмотря на этот зверский опыт, говорят о том, что тромбоциты нужны. Но вот наш этот животный страх уровня тромбоцитов 7 тысяч, 8 тысяч, вот с помощью этого исследования отчасти может быть поколеблен. Хотя, в общем, вопрос такой достаточно сложный. Если кровит, несмотря на малые тромбоциты, тромбоцитов нет или мощный ДВС, есть несколько работ по антифибринолитической терапии. Данные их противоречивы. Но есть одна работа второй фазы о том, что все-таки тронексамовая кислота в большой дозе останавливает кровотечение и в этой ситуации. Есть маленькая работа о том, что останавливает кровотечение в условиях тромбоцитопении Nova 7. То есть, какие-то лекарства есть. Но оказывается, некоторые специалисты тоже экстремального типа рассматривают, например, и возможность спленоктомии. То есть, тромбоцитопения иммунна спленоктомия, тромбоцитопения связанная с провалением цитостатиков, а почему бы не спленоктомии? Они попробовали спленоктомию на живых людях, увидели, что это достаточно токсичная штука и сказали, что это токсично. Давайте попробуем альтернативную ситуацию. И они эмболизировали сосуды и увидели, что тромбоциты отчасти растут. Возможно, на такой вариант. И вариант использования стимуляторов тромбоцитопаеза. Такие тромбоцитопомии искались давно. Первым зарегистрированным стимулятором тромбоцитопаеза был интерлекин-11. Жутко токсичная штуковина, которая при вторичной профилактике показала кое-какой эффект. Был зарегистрирован FDA. Искали другой. Нашли тромбоцитопаэтин. И первый тромбоцитопаэтин работал достаточно неплохо на фоне химиотерапии в нескольких исследованиях. Кроме того, проверили, что вроде бы функциональных рецепторов нет. И не стимулирует опухоль. Вот на этом фоне это ПЕК-М, рекомбинантный МДГФ. Но мы помним, в чем этот препарат не угодил. Помните, да? Он стал вызывать нейтрализующие антитела. И американцы его закрыли. А он работал. Вот уровень тромбоцитов химиотерапии без него. Вот с ним. Вот уровень тромбоцитопении. Тогда сделали альтернативные стимуляторы тромбоцитопаэза. Два из них зарегистрированы на лунах. Один ромепластин, второй л-тромбопак. Чем хороший л-тромбопак я сейчас поясню, в отличие от ромепластин. Ромепластин практически работает на внешнюю часть рецептора. Точно так же, как природный МДГФ. А л-тромбопак работает на прохождении рецептора через трансмембранную часть. Это важно. Об этом я скажу чуть позже. Почему? Это ромепластин. И когда начали применять эти препараты у пациентов, которые получают химиотерапию, оказалось, что в целом ряде случаев применение этого препарата позволило химиотерапию проводить без заместительных гемотрансфузий. Но речь идет о довольно специфических курсах. На самом деле, есть два варианта использования этих препаратов. Не будем сейчас подумать, но пока скажем так, что А. Есть маленькие наблюдения о том, что они эффективны. Б. Мы сейчас приступаем к нескольким контролируемым клиническим исследованиям по применению этих препаратов при умеренно токсичных курсах химиотерапии одновременно с атостатикой. Таким образом, мы помним, что помимо химиотерапии, есть и другие причины для тромбоцитопении. И у нас есть способы, как с этими вещами справиться. Теперь вопрос номер два. Мы сегодня выслушали Алексея Александровича с блестящими результатами, причем своими собственными, по применению агонистов тромбопоэтина в ситуации, в которой, казалось бы, они сработать не должны. А именно речь идет об апластической аномии. Причем при апластической аномии концентрация собственного фактора роста тромбоцитов очень высока. И поэтому сразу изначально эта идея представлялась сомнительной. Но мы помним, что тромбопоэтин работает стабильно на наружную часть рецептора, а эффект нам нужно получить внутри ядра. То есть сигнал должен пройти через клетку и попасть в ядро для того, чтобы стволовая клетка немножко растормозилась. Поэтому возникает вопрос, а хорошо ли проходит этот сигнал? Мы помним, что, скажем, L-тромбопак работает на прохождении сигнала трансмембранную часть и теоретически таким образом у нас появляется какой-то шанс. Если сигнал от тромбопоэтина проходит не полностью, то теоретически L-тромбопак может его немножко усилить. Мы знаем, что тромбопоэтин – это высокодействующий цитокин, рецепторы к нему есть на стволовой клетке. Мы знаем, что этот препарат немножко меняет прохождение сигнала. Он в доклинических исследованиях на стволовые клетки работал очень хорошо, способствовал их пролиферации. И таким образом мы теоретически можем представить, что ПЦН, у которого есть апластическая аномия, мало стволовых клеток в ответ на стимуляцию стволовых клеток, а мы знаем, что, скажем, гемопоэтический фактор роста, например, гранулостарный калонстимулирующий фактор, может тормозить апоптос. И если мы предполагаем, что, скажем, тромбопоэтин способен тормозить апоптос в стволовых клетках, то мы таким образом можем представить, что они меньше будут повреждаться иммунной атакой. Ну и, соответственно, либо наше предположение неверно, и мы ничего не получим, либо оно верно хотя бы для части пациентов, либо мы полностью восстановим, и мы должны помнить о том, что есть возможность восстановления с цитогенетическими дефектами. Потому что мы не знаем, что это за стволовые клетки, и мы не знаем, каков механизм на 100% апластической аномии, потому что это тоже в какой-то степени диагноз, который не имеет прямого подтверждающего теста. Результаты клинического исследования показало, что из 25 пациентов 44% достигли ответа как минимум в одной линии. Причем отвечали не только тромбоциты 5, но и эритроциты, и нейтрофилы, а, скажем, после длительного периода времени 6 из этих ответивших пациентов ответили всеми тремя ростками, что уже неплохо. Когда это исследование расширили, то результаты были сопоставимы. И Алексей Александрович сегодня показывал аналогичные, очень близкие результаты, которые были показаны в институте Димы Рогачева. А вот как выглядит костный мозг до и через 8 месяцев стимуляции. Мы видим, что вот эта клеточность существенно повысилась хотя бы для части пациентов. чего мы боимся, того, что участие наших пациентов все-таки дисплазия развивается. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Это медведь. Ир, ты смотришь так на него с удивлением? Давайте, можете задать все, что... Ничего не интересует, всем хочется спать уже, да? Ну, хорошо. Все. Все.